Добрый день! Представляю вашему вниманию урок биологии на тему Компоненты нервной системы, функции нервной системы, строение нейрона, тело нейрона, дендриты, аксоны, функции нейрона, раздел координация и регуляция. Цель обучения – называть функции нервной системы и ее структурных компонентов, определять структурные компоненты нервной клетки. Цель урока – называть функции нервной системы нейроглии и нейронов, называть структурные компоненты нейрона. Критерии оценивания – назвать и объяснить функции нервной системы и ее структурных компонентов, описывать строение нейрона по рисунку, называть и объяснять функции составных частей нейрона. Нервная система – это сложная сеть структур, пронизывающая весь организм и обеспечивающая саморегуляцию его жизнедеятельности, благодаря способности реагировать на внешние и внутренние воздействия. Нервная система – это высшая, наиболее совершенная форма живой материи на нашей планете. Очень тонко воспринимающая действия энергии внешней среды и обеспечивающая быструю ответную реакцию на них организма. Нервная система преобразует энергии внешнего мира в нервный процесс и факт сознания. Нервная система осуществляет адаптацию, то есть приспособление организма к изменяющимся условиям среды. А также координацию и регуляцию функций органов внутри организма. Ее головной мозг – это орудие дальнейшего развития мыслящей материи у животных и человека. Нервная система обеспечивает саморегуляцию и постоянство внутренней среды, то есть гомеостаз. Нейрон или нервная клетка – это основная структурная и функциональная клетка нервной системы. Нейрон структурная клетка нервной системы, испускающая, проводящая и передающая электрические сигналы. Имеет клеточное тело, а его специфическая способность является наличие специализированных отростков. Отростки нейронов представляют собой тонкие стоплазматические выросты в виде нитей. Они бывают двух видов – аксоны и дендриты. Тела клеток могут быть различны по форме, диаметром от 3 до 130 микрометров, содержащего ядро и органеллы. Аксон – это длинный отросток, обычно он бывает один. Дендриты – короткие, ветвящиеся отростки. Их много бывает, различной формы. По дендритам импульсы следуют к телу клетки. По аксону же – от тела клетки к другим нейронам, мышцам или железам. Благодаря отросткам нейроны контактируют друг с другом и образуют нейронные сети и круги, по которым циркулируют нервные импульсы. Нейроны способны передавать нервный импульс. Эта их способность называется проводимостью. То есть у нервной ткани есть две основные функции – возбудимость и проводимость. Нейроглия – комплекс вспомогательных клеток нервной ткани с общими функциями и частично происхождением. Голиальные клетки – это микроокружение для нейронов. Они обеспечивают условия для генерации и передачи нервных импульсов. А также выполняют функцию. Функции опорную, трофическую, секреторную, разграничительную и защитную. Функции нервной системы. Нервная система обеспечивает согласованную работу клеток, тканей, органов и систем органов. Осуществляет связь организма с внешней средой. Составляет основу психических процессов, таких как память, речь и мышление. Задание первое. Необходимо подписать рисунок. Проверяем. Задание второе. Тест. Первый вопрос. По аксону нервный импульс следует... А. От тела клетки к другим нейронам, мышцам или железам. Б. К телу клетки. С. Не проводит нервный импульс. А. От тела клетки к другим нейронам, мышцам или железам. Второй вопрос. Функции нервной системы являются... А. Опорная. Б. Энергетическая. С. Осуществляет связь организма с внешней средой. Правильный ответ. С. Осуществляет связь организма с внешней средой. Третий вопрос. Нервная система состоит из нервных клеток, которые называют... А. Аксонами. Б. Дендритами. С. Нейронами. Нервная система осуществляет взаимодействие организма с окружающей средой, обеспечивая приспособление организма к постоянно меняющимся условиям среды. С. Основной и функциональной клеткой нервной системы является нейрон. Нейрон состоит из тела клетки, коротких и длинных отростков. Проведем рефлексию урока. Метод пяти пальцев от самого маленького пальчика. Пятый палец. Думать. Какие я знания получил сегодня? Четвертый палец. Достижение целей. Каких результатов я достиг сегодня? Третий палец. Настроение. Какое у меня настроение? Как на меня повлиял сегодняшний урок? Второй палец. Помощь. Кому я помог сегодня? Первый палец. Активность. Насколько я активен был? Получил ли необходимые знания? На этом урок закончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...